Книга открытым оком? Вопрос 388. Тема Святая Библия. Скажите немного о книге Екклезиаста. Дело в том, что чтение этой книги поражает чувство безысходности. Получается, что жизнь на земле вообще беспросветная? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это действительно так. Прочтите третью книгу Ездры, седьмая глава, Псалон 88-48. Вспомни, какой мой век, и на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Автор книги Екклезиаста. Екклезиаст приводится как проповедник. Никто иной, как царь Соломон, живший за тысячу лет до пришествия Христа. Он и описывает состояние мысли ветхозаветного человека. О каком счастье можно говорить, если ты знаешь, что все это проходит, а ты умрешь? Вальтер Скотт нашел, что в его жизни было счастливых всего лишь два с половиной дня. Абрахмам Калиф, владея тем, о чем мечтает миллиарда людей, с трудом припомнил из жизни своей четыре счастливых дня. Счастье, свобода, смысл только во Христе, ибо в нем воскресение, искупление и бессмертие. Иоанн 4.6. Иисус сказал им. Правитель Римской империи Кесарь Клавдий, находясь в живописнейшей местности у подножия Везувия, умоляет богов уничтожить его, потому что ничтоже не приносит ему счастья. Иоанн 3.6. Или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенца, не увидевший света. Но негр, раб, том из хижины дяди Тома, Бичерстоу, всплескивает руками, закованную в кандалы, и не может держать ликующего склицания. «Господи, как счастлив я с Тобой, мой Христос!» Только во Христе и Соломон обрел бы истинный смысл, цель и истинную мудрость и просвещение. Триста жен и семьсот наложнятый храм, на украшение которого ушло две тысячи тонн золота и десять тысяч тонн серебра, не сделали его таковым счастливым, каким был нищий проповедник Сау Павел. Филиппийцам послание 3.8. «Да и все почитают счетую ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, для Него я от всего отказался, и все почитают за ссор, чтобы приобрести Христа».